Всем привет! Вы на канале Маянцы. В этом ролике я покажу, как колония будет переходить в новые жилые секции после открытия перегородки. Как можно видеть, муравьев стало достаточно много, появились крупные рабочие. Также лежит много расплода, который занимает примерно половину жилой секции. На данный момент у Филлах открыта только начальная жилая секция в формикарии Кампа Хаус Мини. Ну а вот так выглядит арена. На ней установлена паилка, кормушка для сиропа и сюда же я кидаю личинок жука-знахаря. Ну а перед тем, как открыть новые жилые секции и посмотреть, как они их будут осваивать, нужно навести порядок на арене. Ну для начала нужно добавить воду в паилку. Паилка сделана из обычного шприца. Ну вот таким вот образом. И помыть ракушку, где у них будет сироп. Еще я вижу одного трупика, Филлах. Кстати, это первый труп за все время, хотя, как я уже говорил, колонии примерно 8-9 месяцев, не помню точно. Но вот первый труп появился. Скорее всего, это муравей первого поколения, который просто умер от старости. Крышечку, пока я обновляю паилку и мою чашечку для сиропа, я закрою, чтобы никто не сбежал. Филлахи достаточно шустрые. Если чуть-чуть их испугать, то видно, как они начинают быстро бегать. Ну сейчас, кстати, достаточно спокойно реагируют, но это даже к лучшему, будет проще производить все манипуляции. Обновляю паилку я таким образом. Просто добавляю воду. Если ватка начинает пачкаться, либо плесневеть, хотя это бывает достаточно редко, то я меняю и вату тоже. Здесь видно немножко воды лишней, но ее можно просто убрать или протереть какой-нибудь салфеточкой. Ну и после обновления воды поставить обратно на арену. Это достаточно удобно, потому что каждый раз открывать большую крышку не хочется. Ну а так, в общем, получается достаточно быстро и просто. Ну теперь нужно помыть чашечку и обновить там сироп. Чашечка готова. Можно установить ее на арену и наполнить сиропом. Сироп я подготовил заранее. Концентрация меда и воды примерно 20-30% меда на процентов 70% воды. Вот сейчас аккуратненько накапаю. Судя по тому, что у муравьев, которые находятся в гнезде, брюшки полные, они не особо голодные. Но сироп я обновляю примерно раз в 10 дней, потому что некоторые муравьи все равно его сразу прибегают пить. Вот один пытается убежать, но мы сейчас это исправим. Давайте посмотрим крупным планом гнездо. Там можно будет заметить, что сытых муравьев достаточно много. Как я успел заметить, часть рабочих постоянно находится внутри. Они просто сидят на боковых стенках и хранят в себе сироп. А некоторые рабочие, более мелкие, бегают по арене, охотятся на личинок, приносят новую порцию сиропа после того, как я его обновляю. Ну и, естественно, следят за расплодом. Порядок на арене я навел. Поилка установлена, сироп обновлен. Теперь осталось только кинуть пару личинок жука-знахаря и открыть новые жилые секции. Первая личинка пошла и вторая личинка пошла. Так как колония уже не такая уж и маленькая, белка я стараюсь давать побольше. Ну и сейчас как раз самое удобное время открыть перегородку, так как большая часть находится в гнезде, а один муравей сидит около поилки. Я надеюсь, что я его не испугаю. Маленький филах больше обратил внимание не на перегородку, а на жука-знахаря. Ну это даже к лучшему не будет лишний раз суетиться. Перегородку я открыл, теперь можно понаблюдать, как они будут осваивать новые жилые секции. Я думаю, можно даже это будет сделать в ускоренном режиме. Видно, что в новые секции пошли первые разведчики. Ну и будет интересно посмотреть, насколько быстро они эту территорию освоят, насколько быстро расскажут основной колонии и другим муравьям, то, что там есть секции поинтереснее. Я надеюсь, что они будут считать их более интересными, потому что они, во-первых, дальше от входа. Ну, для них это считается, они как бы глубже. И по идее им там должно быть спокойнее. Я думаю, что они через какое-то время, когда их освоят, начнут перетаскивать расплод, ну и потом должна перейти сама матка. Либо ее попытаются перетащить силой, либо она перейдет сама. В общем, давайте понаблюдаем за этим процессом в ускоренном режиме. Видно, что пока часть муравьев осваивают новую территорию. Другие муравьи уже затащили одну личинку знахаря, ну и собираются заняться ее поеданием. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Муравьи освоили новые секции. Расплод занесли в самую дальнюю. Матка гуляет в центральной секции. Я вижу, что еще две личинки уже занесли туда же. В общем, процесс переселения можно считать законченным. Единственное, я думаю, муравьи еще будут какое-то время перераспределять расплод. Ну и, возможно, сами тоже будут перемещаться. Сейчас они немного суетятся, потому что, во-первых, у них появилась новая территория, во-вторых, из-за света и вибраций они испытывают небольшой дискомфорт. После открытия новых секций видно, что теперь у них достаточно много свободного места. И, возможно, где-то еще на год формикария будет достаточно. Давайте посмотрим, как это все выглядит крупным планом. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Всем, кому понравился ролик, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!